Узбекистан начинает строительство АЭС. Какие планы у Казахстана? Генпрокуратура продолжает расследование дела о пытках во время январских событий. Возможно ли новые задержания? Брат Бишимбаева обжаловал приговор. Изменят ли ему наказание? Эти и другие темы в обзоре недели. Впереди только самое важное. Казахстан готов принять на себя роль одного из мировых игроков по обеспечению стабильности в мире. Об этом международному сообществу заявил наш президент Касымжомар Токаев в своей статье, которая вышла на Евроньюз. Открытое обращение в зарубежном СМИ стало определенным логическим продолжением лекции президента в Сингапуре. Касымжомар Токаев продолжил свои мысли касательно места и важности так называемых средних держав на фоне общей нестабильности и снижения доверия к действиям международных институтов и организаций. В частности, президент отметил, что использование права ВЕТА постоянными членами Совета безопасности ООН нередко приводит к безвыходным ситуациям, препятствующим решительным действиям в борьбе с глобальными кризисами и ведет к повторению сценариев, в которых предпочтение отдается односторонним, а не коллективным действиям. Средние державы, такие как Казахстан, становятся ключевыми игроками, обладающими растущими возможностями для обеспечения большей стабильности, мира и развития в своих регионах и за их пределами. Действительно, такие страны, как наша, не имеют столь же значительного глобального влияния, как мировые сверхдержавы. Но у нас есть экономическая мощь, военный потенциал и, что еще важнее, политическая воля и дипломатическая хватка, необходимые для оказания существенного влияния на мировой арене по самым разным вопросам – от продовольственной и энергетической безопасности, перехода к зеленым и информационным технологиям до устойчивости цепочек поставок. Наша гибкость, не обремененная проблемами политики сверхдержав, позволяет нам ориентироваться в сложных дипломатических ситуациях и находить пути к компромиссу и согласию. Кстати, Казахстан с февраля добавлен в список так называемых средних держав. Переводя с языка международной политики, это страны, которые достигли определенного уровня и имеют влияние на мировой арене. Наряду с нашим государством в список входят Турция, Израиль, Индия. По данным авторов обзора, включение Казахстана в перечень средних держав – это признание значимости страны как ключевого игрока в регионе и как надежной площадки для инвестиций. Список средних держав в обозримом будущем может пополнить и Узбекистан. В соседней стране начали активные действия по усилению энергетического потенциала и подписали соглашение с Россией о строительстве АЭС. Документ предусматривает возведение малой АЭС шестью реакторами. В нашем министерстве энергетики признались, что не знали о данном соглашении и намерены в ближайшее время свереть часы с соседями, чтобы определить, как именно это отразится на работе единой энергосистемы. Не стоит исключать, что в будущем Казахстан, возможно, будет закупать электричество у Узбекистана для южных регионов, которые испытывают определенный дефицит энергии. Сегодня в Казахстане в свое время эксплуатировалось пять ядерных реакторов, сегодня эксплуатируются три ядерных реактора. В Узбекистане есть один исследовательский реактор водоводяной, условно. Теперь будут пять гражданских станций, генерирующих электричество. Не пять, шесть будет, условно. То есть у них создается полноценная атомно-энергетическая отрасль, поэтому я считаю, что для них это неплохо. В нашей стране официально еще не принято решение о строительстве АЭС. Решение за народом. Именно казахстанцы должны ответить на достаточно простой и одновременно сложный и важный вопрос, строить ли атомную станцию или нет. По словам министра энергетики Алмасадама Садкалиева, в стране началась широкомасштабная разъяснительная кампания по вопросу возможного строительства АЭС. Представители ведомства успели посетить пока шесть городов. Кокшетау, Петропавловск, Костанай, Усть-Каменогорск, Шымкент и Туркестан. Сроки проведения общенационального референдума до сих пор не определены. В официальных сообщениях Минэк заявляет, что строительство АЭС поможет решить не только вопросы нехватки электроэнергии в будущем, но и наряду с возобновляемыми источниками энергии внесет свой вклад в развитие низкоуглеродной генерации в стране. Всегда можно от чего-то отказаться и жить, условно говоря, без света, да, например. Можем же отказаться от света, жить без света или отказаться от чего-то и жить без него. Всегда можно без чего-то обойтись. Вопрос, наверное, в том, что мы для себя хотим, лучше жить или хуже жить. Поэтому, если мы хотим жить, наверное, лучше, если мы хотим развивать индустрию собственную, то, мне кажется, энергия нужна. Какая будет генерация? Угольная, солнечная, ветровая и так далее. Наверное, опять-таки, это будет решено в процессе референдума, как я понимаю. Но то, что энергия нужна, и чем будет ее больше, тем для страны будет однозначно лучше. Вот я так могу сказать. Напомню, что у нашей страны, как у участника Парижского соглашения по климату, есть обязательства по снижению парниковых газов в атмосферу, что в том числе предполагает модернизацию энергетической инфраструктуры и неминуемый переход к экологичным источникам энергии. В стране продолжается работа по выплате компенсации пострадавшим и восстановлению жилья. Текущую работу, в том числе на языке цифр, главе государства представил пример Олжас Бектенов. Приведем некоторые данные. Более 30 тысяч семей получили единовременную выплату. 432 семей обеспечены новыми квартирами и домами в шести регионах. Еще около 2000 домов на этапе строительства. Около 3000 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление своего жилья. Определенную компенсацию получит и бизнес. Всего от паводков пострадали более 700 объектов предпринимательства. Параллельно в стране продолжается борьба с последствиями паводков, особенно на западе страны. С начала спасательных операций в свои дома по республике вернулись более 60 тысяч людей. Во временных эвакуационных пунктах остаются свыше 5000 человек. По делу о пытках во время январских событий задержан заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абельбеков. Расследование дела о пытках в спецприемнике в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области ведет генеральная прокуратура. Другие подробности следствия не разглашаются. Сам Абельбеков прежде запомнился своим пикантным фото с подушкой перед зеркалом, утекшим в социальные сети. Осужденный родственник Куандыка Бешимбаева Бахаджан Байжанов обжаловал приговор. По словам его защитника, в действиях Байжанова нет состава уголовного правонарушения. Адвокат Газисан Токбаев сообщил, что перед тем, как подать жалобу, защита изучила дела, рассмотренные ранее судами по статье 432 Уголовного кодекса «Укрывательство преступления». По мнению юриста, его подзащитный получил самый строгий вид наказания в виде четырех лет лишения свободы. Защитники Бешимбаева тоже намерены в ближайшее время обжаловать приговор. Это были основные темы недели. Подписывайтесь на наш канал, у нас только самое важное. Субтитры создавал DimaTorzok